Этим деревянным баракам уже почти 70 лет. Два года назад одно из ветхих зданий чуть было не сгорело. Люди не пострадали лишь чудом. Причина – замыкание промокшая дождя электропроводки. Крыша в доме, как после бомбёжки. Латать бесполезно. Каждая весна у жильцов начиналась с настоящего потопа в квартирах. От нашествия воды не спасали ни тазы, ни тряпки. Тут вообще можно было чуть ли не на лодке плавать. Ну вообще, туда текло, ну ладно, там я всё это подставил, но всё равно у меня низ этих, везде у шифонера всё по разлезло, весь низ. Ну как это же, порчу имущество. Это они же всё-таки деньги стоят. Сегодня многолетние мучения жителей заканчиваются. Встречать весну они будут в новом трёхэтажном доме, который возвели в этом же дворе. Ключи от квартир получили 47 переселенцев из двух бараков. Вот на сегодняшний день, в августе, мне будет 65 лет я в этом доме живу. 60 или 55? 65 будет. 65? Да. Квартира 22, не лапила нам на машину. Кое-какое дождались, правильно. Квартиры холодные были наши. Первая экскурсия по свеженьким квартирам. После тщательного осмотра на воспечённые хозяева выносят вердикт. О таком жилье даже не мечтали. Квадратура гораздо больше, чем в тесных квартирах прежнего жилья. По ширинским меркам комфортно 5 звёзд. Проведены все коммуникации. Я прямо рада, рада, рада. Потому что у нас всё было старьё, всё валилось, батареи, всё бежали, трубы бежали. Трёхэтажку для переселенцев в 30 квартир местный подрядчик начал возводить в октябре 2014 года. На новый дом потрачено 30 бюджетных миллионов. Львиная доля – федеральные деньги. Добавили денег республика и район. Дом построен по новой технологии. Здесь залиты монолитные перекрытия. И получается, дом очень сесмоустойчивый и очень надёжный. На сегодняшний день он должен простоять, я так думаю, что можно сказать, что даже на порядок больше, чем вот эти дома, которые были построены при ещё коммунистическом строе. Минстроя республики отчитывается. Программа по переселению из аварийных домов в Хакасии идёт без запинок. За 8 лет сдано 40 тысяч квадратных метров жилья. Мы занимаем 25 место по России и третье в Сибирском федеральном области. То есть это достаточно серьёзный показатель для республики Хакасия. Так что я считаю, что вот те задачи, которые ставит нам правительство Российской Федерации, ставит глава республики, они выполняются. Строительство жилья для переселенцев в республике продолжается. Особое внимание Абакану и Черногорску. Здесь больше всего аварийных домов. Когда в Хакасии полностью исчезнут ветхие дома, в Минстрое пока сказать не берутся. Может быть в 20-м году, а может в 25-м. Переселенцам же из Шира теперь предстоят лишь приятные хлопоты по перевозке вещей. Старые бараки снесут уже в марте. К лету благоустроят двор. Виктор Буров, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. Продолжение следует.